всем привет наверняка многие из вас видели такой распространенный прием в дизайне когда какую-то часть картинки как бы увеличивают через лупу акцентируя внимание на каком-то название заголовки или еще чем-то на самом деле это старый прием от которого уже тошнит он очень часто применяется мне кажется но тем не менее он достаточно популярный и уместный во многих случаях и вообще полезно его научиться делать и соответственно сегодня мы возьмем лупу и будем увеличивать картинку вот таким образом то есть как фотошопе сделать этот эффект научимся чем удобен вот этот способ то есть вы можете в любое место картинки лупу свою направить и выбрать на чем вам акцентировать внимание ну вот на примере скриншота моего сайта мы сегодня все и сделаем итак мы открываем фотошопе нашу картинку в данном случае это будет скриншот сайта моего и еще нам понадобится картинка лупы ну в данном случае вот у меня есть такая вот картинка здесь у нас лупа какая-то черная и вот это золотистая это лупа мистера холмса которую мы используем здесь важно понимать что лупа должна быть на прозрачном фоне то есть обрезана со всех сторон лишнее все должно быть никаких фонов и в ее окуляре то же самое фона быть не должно если у вас лупа с фоном то есть куча способов от этого избавиться в том числе мне есть на эту тему видео можете посмотреть я использую уже сразу готовую лупу итак давайте мы возьмем с этой картинки нужную нам лупу я просто беру инструмент выделение ласса и вот так вот эту лупу вырезаю нажимаю control c прихожу на нашу картинку нажимаю control v и лупа у меня здесь появилась теперь мне нужно перейти на слой со скриншотом и продублировать его создать дубликат слоя далее я нажимаю control t трансформация или просто правой кнопкой правой свободное трансформирование и я этот слой должен слегка увеличить дубликат я имею ввиду берем и его немножечко увеличиваем вот так нажимаем enter и помещаем это по центру а после того как мы это сделали мы видим что если я этот слой отключу вот у меня первоначальный размер вот у меня увеличенный размер все как надо а далее я беру инструмент эллипс вот здесь вот в фигурах выбираю инструмент эллипс вот в этих настройках я ставлю вот эту первую первый значок вот этот чтобы у меня получился круг с заливкой вот здесь я выбираю по умолчанию черное-белое кликаю сюда и меня их местами чтобы у меня цвет заливки был белый далее я нарисую зажав shift я выборов вот этот вот эллипс поставить вот здесь вот а вот эту опцию заливкой я зажимаю shift и рисую круг примерно размером вот с это очко лупы лупы а вот так вот у меня должно получиться ну давайте я его примерю а выбираю control t нажимаю и чуть-чуть уменьшают этот круг располагаю в лупе ну вот примерно так а далее я лупу вот она у меня на слой 2 я ее помещаю вот сюда вот между двумя этими слоями а этот слой слой один который у меня увеличенный я его помещаю наверх вот так то есть у меня идет сначала слой первоначальной картинкой потом идет у меня лупа потом идет у меня белый круг и последний у меня идет слой увеличенный а далее я нажимаю находясь вот на этом слое верхнем правую кнопку и создать обкравочную маску и вы видите что у меня получилось то есть все что вокруг круга вот это вот фигура 1 у меня обрезалась и стал виден кусок только в круге вот этого верхнего слоя вот если я подвигаю у меня вот так вот будет если я перейду на круг и подвигаю то у меня вот тут само стекло как бы двигается вот далее я могу с шифтом выделить два слоя то есть вот эта фигура и лупа нажать правую кнопку и связать слои теперь они у меня будут двигаться вместе и вот такой вот эффект будет достигнут увеличения ну для большего эффекта можно к слою с лупой применить эффект тени а два раза кликаю на этот слой чтобы открыть стиль слоя выбираю здесь тень и вот этими вот ползунками я регулирую тень ну чисто визуально вы сделаете так как вам кажется наиболее уместным ну я оставлю вот такую вот тень и нажму ok далее я нажму вот здесь правую кнопку и нажму образовать слой то есть чтобы отделить слой с тенью отдельно сделать вот он у меня появился если я его выключу тени не будет я этот слой продублирую и перемещу его на самый верх вот такой вот мы все кто видим это нам нужно для того чтобы вот внутреннюю тень а вот этой вот вот этого вот лупиного очка нам оставить и теперь я должен убрать все лишнее для этого я отключу все слои чтобы у меня была видна только эта тень и оставлю вот верхний участок я возьму резинку сделаю побольше но можно еще чуть больше выберу мягкую кисть и сотру просто вот так вот а лишнюю тень ну вот как то примерно так все это по включаю и теперь видно что у меня там тоже осталась тень а теперь я опять же выделяю все слои которые мне надо связать а вот это вот фигура это белый круг который мы рисовали верхний слой зажима 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 контур и это все уделяю верхний слой белый круг слой с лупой и слой с тенью лупы я это все выделил нажал правую кнопку и сделаю связать слои теперь если я и находясь на любом из этих слоев начну двигать у меня будет двигаться вся лупа и я смогу на любой участок моей картинки навестись и выбрать акцентировать на чем-то с помощью лупы вот от золотистой лупы холмса смогу вот так выделить какой-то участок ну на этом собственно все я надеюсь что это небольшое видео было для вас хоть чем-то интересно до новых встреч